Музыка Представьте, зашла в постеженскую консультацию поесть Назовем это мягко, потому что я уже несколько раз уходила за добавкой И, собственно, сижу такая, думаю, что я почитаю Вот, подсела ко мне подписчица Как тебя зовут? Настя В общем, оказывается, Настя, познакомьтесь, уже видела меня сто раз Блин, на нас все никто не смотрит И симптомы в чрубке, то и шел где-то, то на занятиях спортом В общем, везде не получалось подойти И вот, представьте, у нас еще сегодня женская консультация свело И потом она решила, что я наверняка пойду поесть В общем, она не прогадала и ждала меня вроде как Ну, ты ждала меня? Ну, я решила совместить приятное с полезным Покушать, и у меня была надежда, что Алена придет тоже кушать Поэтому смотрите Алену, ставьте лайки И мы вот тут вот ждем уже беременные влоги, что нам Алена все расскажет Я не хочу сильно там надоедать, потому что некоторых это бесит Хочется какой-то здравый смысл соблюсти, сохранить и сильно там в сахарном сиропе не утонуть Правильно, а мы будем смотреть Аленку и заряжаться позитивом Давайте Так что, если будете Алену встречать, не стесняйтесь, подходите, общайтесь Очень милая, классная, мы ее любим Еще хотела вам рассказать то, что Гарик Кыш, 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 кыш Видно, да, какое влияние оказывано на котов Видите, Сережа помогает Джеку всегда А Гарику приходится самому, потому что я ему не подсуживаю В общем, заметила я такую ситуацию, что когда ко мне подходит подписчица То очень, ну, особенно если там, которая первый раз меня видит Или еще что-то, или подписчик Всегда очень-очень внимательно на тебя смотрят Разглядывают каждый нюанс, каждую деталь Если я в этот момент ем, да, ну вот мы, допустим, встретились в кафешке То возникает для меня огромное количество сложностей Потому что, во-первых, у меня начинает мучить приступ каши Стопудово Потому что я параллельно отвечаю на вопросы, пытаюсь жевать еще Обязательно у меня майонез размазывается по лицу Который очень сложно убрать Ну, как убрать-то легко Ну, просто когда ты отвечаешь на вопросы Тебе еще нужно заботиться о том, чтобы маломальски прилично выглядеть Не будешь же ты там через каждые 2 секунды вот так вот салфеткой возюкать Обязательно нападает какая-то последняя стадия насморка Третьей степени Вот, и тоже проблема То, что ты понимаешь, что сейчас подписчик может увидеть что-то О чем он и не догадывался А взять и, собственно, ну, как бы естественную потребность удовлетворить На своем платком очень сложно, когда человек сидит в 30 сантиметрах от тебя Да, есть свои сложности И, с одной стороны, хочется прилично выглядеть, знаете С другой стороны, поесть охота Но я понимаю, что соединить вместе 2 этих пункта вообще почти нереально Так что извиняйте, если вы вдруг подошли, когда я ем И узнали неприглядную правду Я еще хотела с вами обсудить важный вопрос Который после моего сообщения о том, что мы с Сережей собираемся расписываться Очень остро стоит в комментариях В общем, видео, которое называлось Покупка колец, скоро свадьба Разгорелась целая дискуссия Потому что некоторые подписчики начали предлагать мне завести какую-то спецкарту Или там электронные кошельки И, в общем, разместить реквизиты под видео Для того, чтобы желающие могли прислать свадебный подарок И, в общем-то, хотела поделиться своими мыслями на эту тему Потому что, с одной стороны Я, честно говоря, 3 ночи не спала после этого Не, вообще, конечно, у меня где-то в глубине души Есть уже мечтательная рука, которая мысленно хватает с полок магазинов То, что ей давно хочется Вот Но, с другой стороны Я помню, когда-то давным-давно На ютубе поднимался вопрос К примеру, платных вебинаров от блогеров Когда был такой опыт у отдельных девчонок Когда они устраивали заплату Как бы не соврать То ли в 2 тысячи рублей То ли что-то около того Возможность посетить платный вебинар Там с об отношениях Еще о чем-то Это как бы не профессиональный какой-то семинар А именно девчачья посиделка С личным опытом И все такое И, в общем, несмотря на то, что вроде как и были желающие Да, и даже этот вебинар состоялся Я заметила, что больше попыток повторить его не было Когда я, помню, сняла видео на эту тему Один из подписчиков мне прислал ссылку на канал Кого-то там Денисова Или Дениса какого-то Который там фитнес-тренер Он там рассказывает о тренировках Своих такой крепкий мужичок И он рассказывал про свопы То, что его подписчики когда-то упрашивали Создать кошелек Потому что он даже не монетизировал свои видео Хотя он был достаточно популярен У него было там пару-тройку сотен тысяч подписчиков На тот момент Что-то вроде того И, в общем, он принципиально не ставил рекламу никакую Чтобы подписчикам типа не надоедать И вот они писали, что как же мы так благодарны за твои видосы Тогда еще рекламу нам смотреть не надо Ты с канала вообще ничего не получаешь Давай мы тебе будем скидывать там какие-то копейки На, в общем, какой-то кошелек, который ты откроешь Просто в качестве благодарности Долго упрашивали Он там думал В общем, победили они Создал он этот кошелек И в итоге туда пришло, во-первых, меньше тысячи рублей Несмотря на огромное количество подписчиков И, во-вторых, после того, как он озвучил Что под видео оставляет реквизиты У него начались массовые атаки, обвинения в том, что он продался Что он обдирает подписчиков как липку То, что он там пытается на них нажиться и прочее И, в общем, у него несколько дней провисели эти реквизиты Он их удалил И снял видео о том, что нафиг с пляжа как можно дальше Говорит, я там на эти деньги максимум три беляша себе куплю А помоев столько на меня вылили Это прям все в душу запало Но, с другой стороны, есть тот же, допустим, Обломов Обзорщик кулинарных рецептов Он сам очень вкусно готовит И у него постоянно под видео болтается Яндекс кошелек, по-моему Причем он на собранные деньги Просто у него постоянно висит И ему там, короче, все желающие что-то перечисляют В общем, он отчитывается через какое-то время Что, ну, там, допустим, за несколько месяцев Или какой-то срок накопилась сумма На которую он покупает что-то для канала В частности, он там покупал новую камеру То объектив, то свет То набор для барбекю В общем, такие достаточно крупные вещи Которые, как бы, и ему хорошо И подписчики радуются И из таких положительных примеров Это еще не магия Я знаю то, что у них тоже всегда реквизиты Даже один из моих подписчиков написал Что они там умудрились собрать Под какое-то видео, по-моему С боем с Симоновым Симоновым Чуть ли не 200 тысяч Короче, такая, знаете, очень скользкая тема И проблема в том, что, опять же, по моему опыту На женских каналах она гораздо более болезненно воспринимается Чем на мужских То есть те же мужики Там Сокол, допустим Обзорщик, да, фильмов Та же не магия У них вообще в каждом выпуске Перед роликом Реклама каналов, магазинов Причем открытая Да, вот рекомендую Покупайте Ля-ля-ля Там И вообще практически ни одного негативного комментария Ни дизлайков, ничего На женских каналах Если там ты говоришь Вот мне прислали косметику на обзор Вот я там ей намазалась Видите мне там Хорошо или мне плохо То огромное количество комментариев На тему Ах ты Продажная сучка Ах я смотрела тебя Думала, что ты Хороший человек А ты халявные подарки с канала собираешь И у некоторых прямо это слово халява Просто вызывает аллергическую реакцию Какую-то И очень болезненно многие воспринимают Что тебе что-то там досталось Да За что ты не платил деньги Не дай бог еще Еще тебе деньги достали За которые ты не платил Вот Ну короче вот так В общем я посчитала своим долгом Раскладку такую сделать Да И в общем жду вашего мнения на эту тему Тоже что вы думаете Потому что мне честно скажу С одной стороны хочется Потому что я допустим Давным-давно мечтаю о камере У которой будет вариант Присоединять микрофон Потому что у моей этого нет То есть у нее даже нет разъема для петлички Поэтому мне всегда приходится Вещать с эхом С помехами Какими-то И короче Если можно было Да Вставить Там микрофон Прицепить Гораздо чище звук Ну в общем и прочее Прочее И как бы все это конечно Офигенно Не дешево стоит В общем Но с другой стороны Я понимаю что Не хочется знаете Терять какие-то доверительные отношения С подписчиками Репутация тоже знаете Такая очень Уязвимая вещь Которой мне не хочется рисковать Даже В вопросе Там каких-то подарков А и последняя еще Повестка дня У нас Включает Третий вопрос А именно Свадьбу Я сказала Что у нас не будет Мега торжества И некоторые Видимо Подразумевают Что отсутствие Мега торжества Это отсутствие Пятисот человек Исключительно Вот А платья Там Да Фотографы Видеографы Там и прочее Это все у нас Сто пудово будет Нет У нас планируется Просто Посиделка Сначала Вдвоем Да С Сережей Там Программа Ресторан На Киночка Ношного Типа С домашним Продолжением Там Не знаю Каким-нибудь Ужином При свечах Чем-то такое Замутим И Вот Непосредственно День Росписи Это вообще Рабочий день И мы После ЗАГСа Пойдем на работу Оба Потом у нас После работы Бурная Вечерняя программа И На выходных Мы собираем Родных Поэтому Варианты Сними В каком Свадебном Платье Ты будешь Ну куда ж Мне попроси потом На работу Да В этом платье Там Сделай Стрим Из ЗАГСа Ну я тоже Представляю себе Этот Классный Стрим Где мы С Сережей Вдвоем В общем Тоже Ну никак Девочки Мальчики То есть Это реально В прямом смысле Слова Будет В первую очередь Праздник Для двоих Сейчас Мне вообще Меньше всего Хочется Заморачиваться С Организацией Чего Мнение По поводу Всех Озвученных Моментов Обязательно Оставляйте Комментарии Всех Целую Всем пока Субтитры Субтитры делал DimaTorzok